Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Россия – родина индейцев. В программе «Место встречи» на НТВ политический деятель Борис Надеждин заявил, веками англосаксы угнетали индейцев, а индейцы – это наши русские. Они пришли из России туда. Спросите великого русского антрополога Дробышевского. Индейцы – это мы, русские, они из России пришли. Получается, в каждом русском есть немного индейца, или в каждом индейце есть немного русского. Веками англосаксы угнетали индейцев. А индейцы – это наши русские. Они пришли из России туда. Спросите великого русского антрополога Дробышевского. Индейцы – это мы, русские. Индейцы, индейцы. Они из России пришли. Знаете, они жили в России через берегов. Десять тысяч лет назад была наша земля. Калифорния, Аляска. Так, ну шоу закончилось. Россия спасет мир. В программе «Малахов» на канале «Россия-1» сделали предсказание на 2023 год. Российскому многонациональному народу суждено спасти человечество. Оставьте свои амбиции. Давайте сплачиваться вокруг руководства. Мобилизировать нужно свои чистые намерения и душевные порывы против империалистического зла. Также, по словам гостя программы, на планете может произойти глобальный голод, но катаклизмы не будут украшать России. Нам необходимо всем сплотиться воедино против сатанинского зла. Нам, российскому многонациональному народу, суждено спасать человечество. Я это вам истинно говорю. Оставьте свои амбиции. Давайте сплачиваться вокруг руководства. Мобилизовать нужно необходимые свои чистые намерения, душевные порывы против империалистического зла, которые ради наживы могут поступиться даже нашей планетой. Бюрократический шедевр от Минцифры РФ, которым стоит насладиться. Итак, приготовьте ушки. Приказ от Минцифры России номер 574. Об утверждении перечня программ для электронных вычислительных машин, размещаемых в программе. Для электронных вычислительных машин, которая предназначена для поиска, просмотра и приобретения программ. Для электронных вычислительных машин, применяемых и потребляемых с использованием технически сложных товаров в обязательном порядке. Пользователи Валберес пожаловали, что Marketplace списывает деньги даже с удаленных карт. Один из клиентов, который столкнулся со списанием крупной суммы за покупки, которые совершала его жена, с другого аккаунта написал в техподдержку. Там ему подтвердили, что согласно правилам, если денег на карты не хватает или оплата не проходит по другим причинам, то они списываются с удаленной карты. Если Валберес в очередной раз ломают или сольют все данные карт, которые, как выяснилось Marketplace, продолжают хранить даже после их удаления пользователям. Лицо покупателей даже представлять не надо будет. Телеканал «Звезда» показывает кадры рабочей поездки Сергея Шойгу в Ижевск. Так трогательно залепили наклейкой калашников название японского токарного станка DMG CTX Alpha 300. Желто-синей изолентой. Покажите мне хоть один российский или советский станок, который в данный момент производит хоть что-то, кроме говна или ментарной херни, с классом допуска нисколько. И желательно, станок должен быть на советской детальной базе, а то как-то нечестно получается. Россия в данный момент не имеет ничего для создания даже частично станочного оборудования с классом точности хотя бы четыре знака после запятой. А это уже на мировой арене, мягко говоря, неконкурентное оборудование. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.